Привет любителям спорта, здорового питания, молодым родителям и отдельный привет бракетоносцам. Я с вами. И вы, наверное, сейчас спросите, а как все это взаимосвязано? Ответ на самом деле прост. Всем этим людям пригодится одно устройство, а именно блендер. Я считаю, что это одна из самых полезных и для кого-то незаменимых вещей в наше время. Мы сегодня рассмотрим три модели от самых дешевых до достаточно дорогих блендеров среди такой категории товаров, обсудим, что они вообще умеют, с чем справляются и какие фишки у них есть. Все блендеры из подборки погружного типа начнем с самого бюджетного. Из них это Starwind. В комплекте из насадок измельчитель, венчик для взбивания, емкость с ножом и даже мерный стакан на 600 мл. с крышкой. Скромно, но все необходимое есть. И попробуйте найти такой стакан в комплекте у других бюджетных моделей по цене до полутора тысяч рублей. Рабочая поверхность насадок выполнена из нержавеющей стали, поэтому со временем они не зацветут и прослужат долго. Мощность 500 ватт. Этого хватает, чтобы измельчить не только сырые овощи, но и сделать из орешков урбечь. Нож хорошо наточен, острый, но работает блендер достаточно громко. Если решите приготовить смузи с утра, разбудите всех домочадцев. Всего два скоростных режима – обычный и импульсный. Первый подойдет для чего-то простенького, например, для взбивания яиц и приготовления омлета. Второй – для более интенсивной работы и твердых продуктов, например, для измельчения куриной грудки в фарш. В импульсном режиме быстрая скорость чередуется с остановками, чтобы аппарат не перегревался. Подводя итог по этому устройству, хочется сказать, что это отличное решение. Приготовит и смузи, и фарш сделает. При этом блендер недорогой, с хорошей для своих денег комплектацией и базовым функционалом. Следующий на очереди – это блендер от Bosch и его стоимость около 2500 рублей. Комплект точно такой же, как и в предыдущем варианте, но здесь мерный стаканчик идет уже как само собой разумеющийся. Металл, также нержавеющая сталь насадки, можно мыть в посудомойке. А вот мощность здесь гораздо ниже, чем в предыдущей бюджетной модели – всего 350 Вт. К тому же тут всего один режим скорости, и разница, честно говоря, заметна. У меня даже появились сомнения, что дороже всегда значит лучше. В простоте использования разве что ему нет равных. Ведь здесь всего одна универсальная кнопка, и выбирать не придется. Шумит ощутимо меньше предыдущего, но все равно достаточно громкий. Мощность этого блендера не позволяет превратить морковку в стружку за минуту, к тому же рукоятка при работе достаточно ощутимо нагревается. Да и вообще складывается ощущение, что этот блендер работает слегка медленнее, чем первый. Поэтому в работе с ним я бы рекомендовала делать небольшие перерывы, чтобы дать ему какое-то время для отдыха. Фарш из куриной грудки получается точно такой же, как у первого блендера, разве что времени для его перемалывания потребуется чуть больше, чем для Starwind. Твердые продукты также не исключение. Поэтому имеет ли смысл переплачивать за бренд, когда конкурент предлагает то же самое? Я считаю, что нет. Да, с таким блендером легко можно сделать коктейли с бананом и молока, можно даже добавить клубнику, но, как я уже сказала, перемолоть морковь будет сложнее. А вот, например, измельчить репчатый лук или взбить яйца будет также легко. Однако, выбирая между этими двумя моделями, я все же отдам предпочтение более дешевый. Ну и последний представитель от Philips. Его стоимость чуть больше 7 тысяч рублей. Начну с комплекта, потому что он тут очень богат. Помимо стандартных насадок, как и в предыдущих моделях, тут есть три насадки с разными ножами для спиралайзера. Таким образом, можно нарезать овощи гармошкой, тонкими слайсами или вовсе как вермишель. С такими насадками нарезанные овощи просто отдельный вид искусства. Вместо мерного стакана здесь герметичный стакан для смузи или фруктовых коктейлей на 500 миллилитров. Можно сделать молочно-банановый коктейль и взять с собой в дорогу сразу же после приготовления. Очень удобно. Мощность 800 ватт. Это очень круто. Перемалывает все быстро. Для такого блендера нет вообще сложных задач. Я измельчала в нем твердую морковку. Перемалывается на раз-два. Есть три режима скорости, в том числе режим турбо, в котором обороты поднимаются до максимального значения и делают продукты более воздушными и нежными. Например, такой режим идеально подойдет для приготовления безе или даже для взбивания молока для капучино. Более того, специальная защитная насадка не позволяет разбрызгивать получающуюся смесь при взбивании. Измельчитель размера XL по сравнению с другими представителями он действительно больше. Его емкость 1 литр. В такой можно загрузить сразу все ингредиенты для куриного фарша и мощности хватит, чтобы все сразу перемолоть и место еще останется. Признаюсь, этот аппарат моя любовь. И я его даже блендером назвать не могу, потому что он имеет гораздо больше. С ним у меня всегда на столе морковка по-корейски, лапша вокс тонко нарезанным кабачком и огурчиком. Так что, если вы любите экспериментировать с продуктами, готовите разнообразно, то этот блендер определенно стоит вашего внимания. Ссылки на все продукты из видео будут в описании, так что переходите, смотрите. Ну, а если ролик вам был полезен и вы хотите почаще видеть меня в кадре, то не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал. Ну, а я с вами прощаюсь, еще увидимся!